Сила есть, ума не надо. В саду моей мечты вновь поработали вандалы. На этот раз свою энергию хулиганы выплеснули на безобидный деревянный столик со скамейками, предназначавшийся для небольших, но уютных уголков для перекусов на свежем воздухе. С подачи активиста Михаила Прохорова не так давно здесь, в одном из центральных городских парков, появился уютный уголок для отдыха горожан и дорогих гостей. Кому сад пришелся не по душе. В связи с газусом, который был год назад, когда разбили библиотечные домики, мне казалось, что уже больше ничего не будет, все люди понимают, что здесь видеонаблюдение и будут уважать это место, и никакого вандализма не будет. Но вот вчера был праздник 9 мая для всех, и кто-то, видимо, после праздника решил в очередной раз разрушить столики, которые мы сделали год назад. Это столы были специально для детей с родителями, которые приходят в парк завтракать, обедать, и для людей, которые любят поработать на свежем воздухе, и так как здесь есть точка Wi-Fi, то есть удобно, ты можешь на свежем воздухе, на природе работать и наслаждаться пением птиц. Сложившаяся ситуация действительно уже не единичная. В июне прошлого года парк уже привлекал внимание вандалов. Тогда 18-летний житель городского округа Истра Дмитрий Леонов, разрушивший домик-библиотеку в саду моей мечты и вырвавший с корнем саженцы и цветы, сам явился с повинной и был наказан месяцем исправительных работ. На сознательность нарушителей общественного порядка уповает Михаил Прохоров и на этот раз. Конечно, не хочется никого искать, хочется, чтобы люди сами пришли и сказали, мы это сделаем, мы это исправим, потому что, когда ты ломаешь, ну непонятно для чего, то есть, ну зачем? И, наверное, я, ну, наверное, мы все будем ждать, что эти люди все-таки увидят репортаж, придут и скажут, что, ребят, давайте мы исправимся. Мы были не правы, как бы каждый имеет право на ошибку, главное научиться ее исправлять. Пока же горожане пытаются разобраться, почему в цивилизованном обществе вообще возникают подобные случаи и что должно двигать человеком, решившим, что у него есть право портить чужое имущество. Вывод очевиден, порядок в городе не только там, где его навели, но и там, где его сохранили, и пока мы не научимся ценить то, что делается для нас и уважать чужой труд, ситуация будет оставаться плачевной. Сад моей мечты ждет автора разрушений, а правоохранительные службы напоминают, что в саду моей мечты ведется круглосуточное видеонаблюдение. Ирина Усик, Антон Елизаров, Истра РФ